Всем здорова! Меня зовут Михаил Халецкий и вы смотрите BookNews, видеоблог о книжных новостях. 19 февраля скончалась Харпер Ли. Ей было 89 лет. Эта американская писательница известна по роману «Убить пересмешника», который вышел в 1960 году. Он принес Лип-Ульцеровскую премию, был переведен на множество языков и за полвека разошелся тиражом в десятки миллионов экземпляров. По сюжету романа адвокат Атикус Финч берется за заведомо проигрышное дело. Он защищает в суде Чернокожего, который обвиняется в изнасиловании белой девушки. «Убить пересмешника» — это не просто хорошая книга, знаменитая своим юмором и теплотой. Движению за права чернокожих нужен был свой талисман, своя икона, свой символ, который смог бы убедить самого убежденного консерватора. Произведение Харпер Ли как раз и стало таким символом. Однако с момента публикации «Убить пересмешника» писательница вела очень закрытый образ жизни и практически не общалась с прессой. Она говорила, что лучше быть молчаливой, чем глупой. В 2015 году была издана книга Харпер Ли «Пойди поставь сторожа», которая на самом деле была написана еще до «Убить пересмешника». В этом романе мы вновь встречаемся с Атикусом Финчем, только постаревшим на 20 лет и слегка изменившим свое отношение к расовым вопросам. Президент одного из крупнейших международных издательств сказал о Харпер Ли следующие слова. Она прожила свою жизнь так, как хотела, за закрытой дверью, окруженная книгами и любящими ее людьми. В тот же день, 19 февраля, от Рака скончался Умберто Эко, итальянский писатель, философ и историк. Ему было 84 года. Свой первый роман «Имя Розы» он опубликовал в 1980 году. Эта книга впоследствии стала самым известным его литературным трудом и была экранизована в 1986 году. Главную роль в фильме сыграл Шон Коннери. Что характерно, сам Эко не считал писательскую деятельность самой важной частью своей жизни. «Я философ. Я пишу романы только по выходным», — говорил он. На протяжении плодотворной научной карьеры Умберто Эко затрагивал широкий спектр вопросов. Он занимался средневековой и современной эстетикой, изучал массовую культуру, и он даже разработал собственную теорию семиотики. Одной из центральных для него была проблема интерпретации взаимоотношений читателя и писателя. У нас с вами, у русскоговорящих и русскочитающих граждан, как раз будет возможность ознакомиться со сборником литературоведческих эссе Умберто Эко. Книга выходит в марте этого года в издательстве «Корпус». Также в мае этого года уже посмертно будет опубликовано финальное произведение писателя. Это будет сборник из статей, которые он писал для одного итальянского журнала, дополненный публичными выступлениями и интервью. Не знаю, как у вас, друзья, а меня еще ждет имя Розы. Отличные новости для поклонников творчества Стивена Кинга в целом и цикла «Чемная башня» в частности. Через несколько недель стартуют съемки первой части, и нам уже озвучили имена главных героев. Роль «Человека в черном» исполнит Мэтью МакКонахи, а роль «Стрелка» Роланда досталась актеру по имени Идрис Эльба. Вы можете меня спросить, «Майкл, а ты разве не будешь бакуртеть так же, как ты бакуртел от черной гермионы?» И я вам отвечу, что нет, не буду. Это две совершенно разных ситуации. В случае с экранизацией Гарри Поттера у нас была целая серия фильмов, в которой актриса была одна, и у нее был определенный цвет кожи. Как вдруг в пьесе ее цвет кожи меняется ни с того ни с сего. Однако в случае с экранизацией «Стрелка» нас ждет принципиально новая кинофраншиза, которая выстраивается с нуля. Именно поэтому у создателей есть карт-бланш на подбор актеров такого образа и такого типа, который они хотят. Тем более сам Кинг более чем одобрил кандидатуру Идриса Эльбы. Предварительная дата выхода фильма – 13 января 2017-го. И последнее. Несколько дней назад стали известны лауреаты премии «Оскар-2016». Довольно много статуэток пошло к людям, которые работали над картиной «Выживший». Я не знаю, смотрели вы фильм или нет, и не знаю, болели ли вы за Лео, как и 99,9% Рунета. Однако же я призываю вас дойти до книжного магазина и купить себе книгу Майкла Панке, по мотивам которой и был снят этот фильм. Мой подробный видеоотзыв можете посмотреть по ссылке в описании. Спасибо за просмотр! Получайте знания и делитесь ими! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok